Kodashop. Официальный дистрибьютор игровой валюты, как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Kodashop ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация, а платить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего АКа для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой ID и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом, после чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. Мур, привет, друзья! Это Зверько. Я больше всего люблю играть на магах с уроном по площади, но от такого урона всегда можно ускакать. И вот, появилась отдушина для моих нервов и для всех, кого задолбали прыгуны. Фовиус. Пока я не разошелся, прожмите лапкой лайк, подпишитесь на канал, следите за выходом видео, а теперь давайте разберемся, как же им играть. Навыки. Пассивка. По игровому описанию выходит, что Фовиус должен реагировать на прыжки, телепорты и всякое быстрое перемещение противника. С помощью пассивки он перезаряжает свои способности на одну секунду быстрее, когда замечает такой прыжок. Но по факту выходит, что пассивка реагирует на любое принудительное перемещение, которое не считается бегом. Подробнее разберем, как это работает на ульте. Но если коротко, на любую суету врага перезарядка всех навыков сократится на одну секунду. Первый навык. Обширный удар по земле. Если удар произвел всплеск, это такое темное кольцо после удара, и всплеск коснулся Фовиуса, то он получает щит и бонус к скорости бега. А если это кольцо затрагивает другого вражеского героя или лесного крипа, то будет еще один всплеск. И все радостные противники получают урон, а ты получаешь увеличение щита. Это быстро перезаряжающийся навык, и жалеть его не стоит. Очень приятно работает в лесу и при скоплении героев. В массовой потасовке себя очень зарекомендовал. Получаемый щит позволяет выживать и наносить урон, что тебя может остановить влетевший контроль. А что поможет это скопление героев поместить в одну точку? Второй навык. Он призывает глаз, который стягивает твоих жертв к центру и триггерит пассивку и активацию ульты. Тут начинается самое интересное. Ульта. Фовиус, несмотря на все свои габариты грузового лифта, быстренько телепортируется и скачком наносит удар по врагу, который осмелился перед ним прыгнуть. Вдобавок Фовиус получает щит. Кстати, на время прыжка он исчезает, и короткое время неуязвим. Время действия ульты отображается рядом с кнопкой, такой фиолетовой полоской. И вот пока эта полоска не кончится, ты можешь сколько угодно ультовать по прыгунам. Вдобавок, если несколько целей одновременно переместятся, ты можешь ультануть в каждую цель. И давайте с этим будем разбираться подробнее, что может триггировать ульту и, соответственно, пассивку. Второй навык в момент стягивания. Триггерит. Ветерки ускорителей, расположенные на карте, триггерят. Также ульту активирует дополнительный навык Огненный выстрел. Тигрилл триггерит вторым навыком, а также ультой, притом массово. Волна Валира, тоже активирует ульту Фавиуса. Навыки и пассивка Алукарда. Пассивка Руби. Прыжки Харита. Первый и ульта Гассена. Прыжки Ван-Ван. Все это также активирует ульту. Но с Ван-Ван есть нюанс. На время действия ульты Ван-Ван она неуязвима. И прыгнуть к ней нельзя. Очевидно, что Фавиус – контрпик для задолбавших всех прыгунов. Линк, Ланселот, Фанни, Хаябуса и подобные им герои могут уворачиваться от урона ульты Фавиуса, если проскакивают нужное расстояние и с нужным таймингом. Кстати, ульта Хаябы не считается прыжком. У него, по сути, нет физического тела в этот момент. Также, Фавиус – головная боль на талии. Если после прыжка она уйдет в невидимость, все равно останется целью Фавиуса. По всем показателям выходит, что активирует пассивку и ульту любое насильственное передвижение противника, которое не считается системой забег. Получается, что лучшие союзники для Фавиуса – герои, которые могут перемещать группы врагов. Яркие примеры – Тигрил, Атлас, Валир, Бартс и т.д. Дополнительный навык «Очищение» и ульта Дигги убирают метку ульты Фавиуса, и этим можно пользоваться. Вдобавок, контрпикс самого Фавиуса – это Эсмеральда. Она бьет за щит и поглощает его щит. Переходим к боевой комбинации. Начинаем комбуху со второго навыка, потом третий, потом первый, а дальше по обстоятельствам. Можно спамить ультой, если цель прыгает. Можно перемежать первый навык с автоатакой, используя при этом косу бедства или штормовое ФПС, чтобы наносить больше урона. Дополнительный навык. Кара, чтобы добивать противника, огненный выстрел для дополнительной провокации ульты, либо спринт для тех, кто любит влетать в противника и нужен хороший эскейп под рукой. Эмблемы. Мне нравятся эмблемы мага через лихорадку с перезарядкой и магическим проникновением. Сборка. Вот тут начинается пляска. Вариантов очень много, и все зависит от вашего стиля игры. Но что сразу бросается в глаза, это нужда в защитных предметах и в магическом уроне. У меня, как всегда, нестандартная сборка, но все объясню. Обувь демона. Фовиус. Должен спамить навыками, а для этого потребуется мана. Но! Вопрос с маной еще решается позднее, так что эти ботинки вариативны. Можно заменить на прочные сапоги или сапоги воина. Жезл молний. Имеет наиболее высокий урон в первую атаку за счет молнии. И главное, имеет плюс 10% скорости перезарядки. А Фовиусу перезарядка очень даже нужна. Оракул. Вообще маст хэв. Увеличит щиты, получаемые Фовиусом. А следовательно, выживаемость. Пылающий жезл. Вариативный предмет. В этот момент вы сможете подстроиться к ситуации боя. Пылающий нужен для массового урона и урона по толстым целям, участвующим в схватках. Но очень часто ракующие союзники не берут антихил. И в этот момент можно взять ожерелье заточения. Если кто не в курсе, антихил также уменьшает получаемый щит. И если у вас в противниках Фовиус, очень рекомендую купить. Далее у меня штормовой пояс. Он дает и физическую защиту, и реген маны, и перезарядку навыков, и замедление, и чистый урон. Урон небольшой, но есть психологический трюк. Когда опытный игрок замечает замедление своего персонажа, он рефлекторно жмет вспышку, или любой прыжок, что на руку Фовиусу. Террасы грубой силы, мне кажется, не столь профитные. Ее бонус пассивки еще набивать надо, а урон можно словить раньше, чем набьешь. Последнее место занимает священный кристалл, если нужен урон или бессмертие ради выживания. Секреты. Тактика и хитрости. Вкачиваешь на первом уровне первый навык, и можешь сразу вести агрессивный бой. Получаемый щит сбережет твое здоровье. С четвертого уровня можешь нападать на лесников, тем более от лесных монстров также расходится волна урона. В схватке против непрыгающего врага не забывай про автоатаку, тем более если уже купил штормовой пояс. В случае с Минситаром есть трюк. Можно, выйдя из его ульты, прыгать на цель, которая находится внутри ульты Минситара. Второй навык обнаруживает скрытых врагов, навешивая на них метку. Но даже если не попадешь меткой, на время действия навыка все равно увидишь врага. Потому что это призыв, а не магия урона. Размер получаемого щита у Фовиуса зависит и от магической силы, и от его общего здоровья. Вдобавок идет бонус от Оракула. Вторым навыкам следует пытаться захватить как можно больше врагов, чтобы можно было прыгнуть к любой цели и добить ее, а потом метнуться к другой. Однако, не стоит бездумно прыгать по всем врагам, нужно выбирать себе цель. Когда привыкнешь к таймингам, сможешь с помощью ульты доджить урон противника. Кайфушки. Наконец-то! Можно мстить этим мерзким убийцам, которые прыгают туда-сюда весь бой, как блохи. Без обид, парни. Но это прям отдушно. Если ты играешь на магах или стрелках, они тебя задалбливали. Теперь можно подолбить их. Привычка прыгать от опасности не скоро искоренится. Тем более, что на хайрейте почти все берут тех или иных героев с прыжком. Так что Фовиус прям создан для мести. А на этом все. Если гайд понравился, посмотрите и другие на моем канале. А также можете подписаться на мой инстаграм. Играйте на любимых героях и удачных боев вам! Субтитры сделал DimaTorzok